Будет ли полная мобилизация, твое мнение? Ну, если все будет идти плохо, то в конце концов она будет. Но смотрите, откуда вы знаете, что в чеченских войнах погибли 300 тысяч чеченцев? Откуда у вас такая статистика? Томсо, чуть с опозданием, но 12 октября 1492 года, чтобы навредить России, мерзавец Христофор Колумб открыл Америку. Будет ли полная мобилизация, твое мнение? Ну, если все будет идти плохо, то в конце концов она будет. Но смотрите, вот мы говорим про полную мобилизацию так, как будто бы сейчас она не полная. Как будто реально вот они сказали это магическое слово, частичное. И как будто она действительно частичная. Но она ведь не частичная. Там полный трэш происходит. Там людей призывают, там уже недовольные даже вот эти ура-патриоты или люди. У которых нельзя отнести к ура-патриотам, но они такие были, как бы помягче сказать, такие лоялисты. Всячески соблюдали там все. В целом говорили, ну война это плохо. Но вот нацисты там все-таки были ведь в Украине. А вот русский язык ведь там все-таки запрещали. Вот такая категория людей. Даже они сейчас постят различную информацию, допустим, про какого-то работника мэрии, которого внезапно, мэрии Москвы, которого внезапно мобилизовали, отправили на войну без какой-либо подготовки. Человек вообще не служил. И все, уже грузом 200 его вернули. И они такие все хватаются за голову. Как так? Вот вы, значит, человека неподготовленного отправили его погибать. А те им отвечают, ну вообще в целом чистое мобилизация идет по плану. Но какие-то ошибки просто бывают. Видимо, это была та самая ошибка. На самом деле это никакая не ошибка. И мобилизация никакая не частичная. Мобилизация она полная. Просто они хотят вот так вот, не хотят это говорить вот так открыто. Чтобы рейтинг вообще куда-то в бездну не ушел. Поэтому они говорят частичное, а делают на самом деле обычную мобилизацию. А вот если вопрос заключается в том, объявят ли они ее официально, что она полная, что это война и бла-бла, ну, в конце концов, им, наверное, придется это сделать уже, не скрывая, но все будет зависеть от того, как будут идти дела на фронте. Если дела будут идти плохо, то придется объявлять и полную. России бы очень хотелось, чтобы война перешла на их территорию. Они сейчас поэтому, по всей видимости, готовят различные провокации, об этом, по крайней мере, сообщают украинские спецслужбы. То они на белорусской границе там что-то готовят, чтобы сказать, что украинцы якобы напали на Беларусь. То есть, сейчас нужен вот этот эффект, почему мобилизация сегодня так многих людей разочаровала, даже тех, кто изначально был либо на стороне Путина, либо были вот такие неопределившиеся. Сейчас многие, даже те, кто были на стороне, стали против, даже всякие пропагандисты уже очень серьезно критикуют Минобороны, не говорят Путин, но на Шойгу, например, могут оторваться. Так вот, почему это идет неудачно и почему они постоянно отсылки делают к войнам, допустим, к Второй мировой, Первой мировой? Здесь нет вот этого эффекта нападения. Если бы на территорию России вторглись, украинские, допустим, ВСУ, они бы сказали, все, НАТО на нас напало, как мы и говорили, значит, нам теперь нужно обороняться. И это реально был бы такой эффект для многих россиян, чуть-чуть немножко подкинуть, пропагандой немножко подправить эту всю информацию. И вот это вот нападение, тебе нужно выйти на защиту, это совершенно другой эффект. Но когда тебе говорят про мобилизацию, чтобы напасть на кого-то, чтобы он потом послезавтра или через две недели не напал на тебя, это мало кого это мотивирует, понимаете? Это объяснение очень такое слабое. Поэтому сейчас, скорее всего, россиянам нужно сделать вид, что ВСУ пошли в атаку, напали на Россию. И они сейчас, в общем, готовят всевозможные провокации в приграничных районах. Асаламу алейкум. Откуда вы знаете, что в чеченских войнах погибли 300 тысяч чеченцев? Откуда у вас такая статистика? Алейкум асалам. Об этом заявил официально российский чиновник, глава Чеченской республики. Он как-то на... Он не только один раз после этого, он еще несколько раз эту цифру подтверждал. Вообще назывались разные цифры. Конечно, какой-то статистики по жертвам прям такой точной ее не существует. Есть только приблизительные цифры. И эти цифры там были всегда от 200 тысяч до 300 тысяч. Вот так 60 тысяч детей там называлось какая... Ну, эти цифры назывались из каких-то данных правозащитных организаций, международных каких-то организаций. Брали, то есть все вот это вот как-то собирали. И говорили, допустим, одна организация там назвала, допустим, цифру 200 тысяч, другая здесь 20 тысяч. Там какая-то третья 250 и так далее. И, в общем, брали вот так вот общим эту цифру и говорили, ну, приблизительно вот от стольки-то до стольки. Но Кадыров как-то выступая официально назвал эту цифру, сказал 300 тысяч погибших в войне. Он, конечно, ответственность возложил не на Кремль, разумеется, он всегда ее куда-то в нашу сторону эту ответственность направляет. Но сама по себе цифра, она дала нам повод для того, чтобы мы уже ориентировались по этой цифре. Так как это российский чиновник, и если российский чиновник называет такую цифру, и официальная российская власть никак это не опровергает, то, значит, она эту цифру принимает. Мы ее тоже принимаем, и теперь мы апеллируем именно этой цифрой. А так, если взять мое мнение, я считаю, что даже цифра в 300 тысяч не передает истинную картину. Я думаю, что жертв больше, конечно, гораздо больше. В войне всегда жертв бывает больше, чем называют цифры. У меня несколько дней не было дома, и этот кот очень сильно соскучился, поэтому у нас сегодняшний эфир без него, я так понимаю, не получится. Но воду и стаканы пить я тебе не дам. Тумсо, признай факт, война с Россией, с силами Чечни, это было безумием и большой глупостью Дудаева, которая стоила 300 тысяч жизней чеченцам, надо было сразу действовать как Кадыров. Если бы это был бы выбор Дудаева, может быть, тогда твои высказывания имели бы смысл, но Дудаев ничего не решал, Дудаев просто защищался, как весь чеченский народ защищался. Дудаев вообще ни при чем, был бы там Дудаев, не было там Дудаева, чеченцы по-любому защищались бы. Ну, это подобно, как ты идешь там подворотник, на тебя нападают какие-то гопники, и ты защищаешься. У тебя не бывает времени там на раздумья, типа, стоит мне защищаться, что мне делать, можешь просто расслабиться и получать удовольствие. Так не бывает. Если на тебя нападают, то как бы инстинктивно ты защищаешься. Вот чеченский народ так инстинктивно защищался. Что за мужчина извинялся перед чеченцами за свое мнение? Вроде русский, кто это? Я понятия не имею, кто это? Очевидно, это какой-то очередной мазохист. Я вообще не понимаю этих людей, зачем они это делают? Вроде мы прошли это, ну, проходили уже раз 500, да? Ну, утрирую, ладно. Ну, раз 10 точно было. Всевозможные блогеры какие-то, даже какой-то иностранец был. Но приезжают люди, высказывают это свое честное, с их точки зрения, такое мнение о чеченцах и о Чечне. И после этого извиняются. Их где-то в любом случае их настигают за сказанные обидные слова, их заставляют извиняться. И вроде как, ну, уже пора к этому привыкнуть, понять, что не нужно этого делать. Выскажи себя как-то осторожнее, аккуратнее. Вот, например, вот этот тип высказался очень некорректно. Чабаны там, что-то бараны с гор спустились и так далее. Я даже не хочу это комментировать. Это понятно, что это полный дегенерат, этот тип. Но меня интересует другое. Что это за мазохизм такой? Вот это вот желание быть униженным, чтобы тебя, его же наверняка с ним провели сначала профилактическую беседу с рукоприкладством, после чего он записал эти извинения. Но зачем вы это делаете? Неужели вы не понимаете, что вы будете следующими? Вы сделаете что-то подобное и будете следующими. Вместо того, чтобы корректно, я не говорю, что нужно там приехать и расхваливать. Наоборот, я критиковал тех, кто приезжал там и расхваливал этого Кадырова. Но честный отзыв можно сделать его корректно. Корректно указать на какие-то минусы, не посягая на честь людей, честь народа, а указать на конкретные вещи. Сказать, вот допустим, я считаю, что за вот этой вот картинкой, да, все красиво, там отстроен город и так далее. Но я считаю, что вот за этим присутствует какая-то тирания. Я чувствую, что люди спокойно не могут высказать своего мнения. И да, я не могу вам это передать, но здесь вот это вот ощущается. Да, я вижу слишком много там портретов и так далее. Явно присутствует некий культ личности. Вот если вот так вот человек выскажется, но нет никаких вопросов. А когда люди высказываются, посягая на честь народа, на конкретных людей, естественно, это вызывает ответную реакцию. И здесь консолидируется этот народ, понимаете. Здесь уже у меня нет никаких претензий к тем, кто будет. Это кадыровцы, кто бы это ни было, кто его настиг, заставил извиняться. У меня нет к ним никаких вопросов. То есть, если бы вы делали это нормально, корректно, то вам не приходилось бы потом унижаться. Возможно, здоровье сохранили бы. Короче, подумайте об этом. Томсо, чуть с опозданием, но 12 октября 1492 года, чтобы навредить России, мерзавец Христофор Колумб открыл Америку. Если бы не открыл, так и жили дальше без богомерзкой Америки. Позор Колумбу! Позор! Гойда! Не, ну он реально, конечно, мину заложил еще тогда. Все вот эти проблемы сегодня, подъезды в ужасном состоянии в России, все это из-за того, что Колумб в свое время открыл Америку. Как ты думаешь, Кавказы смогут мирно сосуществовать, если случится так, что Кавказ станет отдельным субъектом по типу конфедерации и горских народов? Поделись своим мнением. Сможет ли Кавказ сосуществовать? Конечно, сможет. Что, мы хуже других, что ли? Конечно, сможем. Но вот в рамках какого образования государственного? Вот это другой уже вопрос. Я не считаю, что у нас, возможно, какая-то унитарная модель всего Кавказа. Я считаю, что это нереально. А вот что касается любых вопросов конфедерации, федерации определенного типа, может быть, это все имеет смысл для какого-то обсуждения. Но я не готов. Точнее, я не считаю, что что-то из этого сегодня имеет смысл, кроме независимости отдельных государств, павказских государств, республик, и дальнейший союз этих независимых государств. То есть я себе это так представляю, что должны быть независимы Чечня, Мушетия, Дагестан, Осетия, Кабардино-Балкария. То есть он может быть даже не в таком, не так, как не Кабардино-Балкария, а может отдельно Кабарда, отдельно может Балкария. То есть пусть эти народы сами решают. Но я себе представляю, что это союз независимых государств по типу Европейского Союза. На мой взгляд, это сегодня самый такой реальный и приемлемый для нас вариант. Европейского Союза